Не знаю как вы, я считаю, что этот раунд снова остался за Навальным, он вообще большой молодец в последнее время, креативит, да, ведет себя вот именно как грамотный политик, видимо, видно, что он каждую свою акцию, даже провокационного плана, вот какую вы наблюдали вчера, он ее тщательно готовит, ну и как мне показалось, цель этой вот этой вот провокации была одной единственной, продемонстрировать всему миру, что да, что режим он уже просто неадекватен, что режим тупо не готов, жить, да, в условиях современной жизни, жить по новым правилам, как вот я и говорил, это ребята, застрявшие в 90-х, вот не в 90-х привыкли быть вот этим вот быдлом, братками, гопниками, да, они и сейчас, таковыми остались вчерашние события, наглядное тому подтверждение, ну, во-первых, все же понимали, все понимали, что к этой истории приковано внимание всего мира, и это стало понятно еще до того, как вообще самолет вылетел, потому что транслировали серьезные, большие иностранные СМИ, сам вылет, да, Алексея Анатольевича в Россию, было приковано внимание иностранной прессы, причем, повторюсь, там не газеты «Гудок», да, какой-нибудь там, «Абра-кадабра», о которой никто никогда слыхал и не слыхал, серьезные, уважаемые СМИ, на это обратили свое внимание, канал «Немецкая волна» вообще прямую трансляцию организовал по этому поводу из аэропорта Берлина, и вот так вот поступить, вот эта вот вся история с самолетом, она кроме смеха ничего не вызывает. Вот, я сидел и откровенно ржал, говорил, «Голливуд однажды снимет по этому поводу художественный фильм «Призрачный гонщик», потому что такое ощущение, что ловили какого-то террориста категории А, да, там уровнем Бена Ладена, хотя вот сегодня пропагандисты пишут нам о том, что вот блогера арестовали, ну, слушайте, блогеров с блогерами таких спецопераций с простыми не проводят, как минимум очень важная персона, раз ребята на такое прошли, хотя на что на такое? Как всегда, повторюсь, они оказались не готовы, потому что у них было время подготовиться, было, они, в принципе, догадывались, что рано или поздно Навальный прилетит, и можно было как-то продумать ситуацию, как они будут его задерживать, да, он предупредил их за несколько дней до своего вылета, опять же, на прошлом деле сказал, «Ребята, с 17-го я к вам вылетаю, лечу с победой», собственно, он и прилетел с победой, они, как всегда, обкакались, насмешили весь мир и все, зачем-то перекрыли. Трассы, подъезды к этому аэропорту Внуково, зачем-то туда нагнали огромное количество силовиков, зачем-то устроили там опять что-то вроде бойни, зачем-то давай задерживать, хватать людей, случайных прохожих, вот сейчас все это аукается, Завтра в программе мы обсудим подробнее, я имею в виду, о задержанных тоже поговорим, да, зачем-то отменили огромное количество рейсов, отменили, задержали там более десятка рейсов, а это тысячи пострадавших людей, вот они показали Бузову, на самом деле ведь кто-то куда-то летел там на похороны, может быть, и не успел, кто-то там летел каким-то стыковочным рейсом, об этом тоже поговорил, и тоже опоздал, зачем-то увели этот самолет, то есть, и вообще надо было, наверное, подумать, что самолет-то летит не в Чебоксар, там, я не знаю, в Ростов-на-Дону, то, что к нам эти люди давно перестали относиться как к людям, это понятно, самолет летел из Берлина, на его борту находились в том числе граждане ФРГ, а это уже международный скандал, на его борту, это тоже было известно заранее, находится огромное количество журналистов иностранных, причем из уважаемых изданий, а мне было такое ощущение, что, а, во, все, вот в последнюю секунду, и началось, и пошло, и поехало, и ведь даже, вот, кстати, до сих пор, вот, на эту минуту никто не удосужился извиниться перед теми же пассажирами, перед теми, кто пострадал от вот этих вот бестолковых действий, единственное, молодец, Навальный, опять же, на этом пропиарился, он единственный, кто принес тут же, принес извинения еще прямо в самолете пассажирам, да, и потом, когда он давал свой первый брифинг, свое первое интервью, выйдя, там, приземлившись в Шереметьево, он принес извинения и всем остальным, да, кто тоже пострадал от вот этих вот действий, непродуманных действий наших силовиков, спецслужбами, тоже мне не хочется их называть, спецслужбы, это специальные службы, а тут, ну, какие-то лапотники в очередной раз действовали, ну, а, собственно, мир все это увидел, мир увидел вот это вот бестолковое задержание, если кто-то видел прямой эфир Радио Свобода, они как раз транслировали, Навальный задает вопрос, говорит, а вы меня что делаете, арестовываете, задерживаете, если задерживать, то кто я, в каком статусе, если арестовываете, то по какому обвинению, он просто задает нормальные, адекватные вопросы, тут же стоит адвокат, потому что там стоит, видимо, заряженный какой-то полиционер, хотя почему полиционер, вообще непонятно, там, вроде как, в Синовце были инициаторами вот этого вот задержания, поэтому должны были быть либо в Синовце, либо представители следственного комитета, а тут обычный сотрудник полиции, понятно, что он ничего не может ответить, он стоит, а, бэдак, вы пойдете, ну, как обычно, знаете, я так понимаю, что первый попавшийся наряд там, с кем-то там, у кого звезд на погонах, побольше, вы что, там, возле Шереметьева, давайте дуйте в шарик, хватайте Навального, а как, да просто хватайте, там, разберемся, собственно, вот так вот и было, ну, весь мир это увидел, уже реакция, собственно, последовала, да, мы же видели, что уже отреагировал советник, никто не будет, а советник президента США, там, Джо Байдена имеется в виду, да, уже отреагировал председатель Европарламента, это не какие-то лохи, которых нам в обратных ситуациях, в зеркальных, очень часто показывают российские пропагандисты, когда непонятно какой-то хрен, старший помощник главного работника, и то он там был старшим помощником главного работника в 90-х каком-то лохматом году, после этого уже давным-давно в отставке, вот этот вот хрен выступает в роли эксперта, что-то говорит, нет, тут, собственно, серьезные, уважаемые люди начали высказываться, вот сейчас начала и Америка просыпаться, ну, да, некоторое время назад, вот я думаю, последуют какие-то еще заявления, ну, повторюсь, я считаю, что Навальный этот раунд выиграл, выглядел намного убедительнее, а ребятишки, особенно бункерный наш дедушка, ну, показали не то, что никчемность, да, они показали даже свою ватность, этот ватный комментарий Пескова, Навального задержали, где, в Берлин, что дурак, правда об этом не знаешь, ну, наигранно, глупо, мне просто, я не хочу сегодня, да, выдавать в эфир полный анализ ситуации, потому что пока у меня нет полных данных, мне бы хотелось посмотреть, как будут реагировать ватники в том числе, под ватниками я подразумеваю, естественно, бункерного товарища, его халуев, да, пропагандистов, что будут врать они, и уже завтра в программе «Реальная журналистика» проведем детальный анализ, я думаю, подытожим, что произошло, ну, молодец, Алексей Анатольевич, я восхищаюсь. Ну, а эти клоуны, ну, клоуны есть, повторюсь, год крысы закончился, теперь мы это точно поняли, настает год быка. Ладно, хорошего дня, завтра увидимся, пока-пока.